Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Орск.ру в студии Анастасия Флеминг. Наш выпуск подготовлен при поддержке банка «Экспресс Волга», который предлагает быстро и без лишних усилий получить кредит до миллиона рублей без правок и без поручителей. Банк находится по адресу Орск, проспект Ленина, 28, проспект Мира, 28. И начнем с главных тем выпуска. Нет морозом, да, нескончаемым снегопадом. Можно ли считать зиму 2013-го аномальной? Центр почистили, а про них забыли. Один из узких поселков утопает в снегу. Корреспонденты сами еле выбрались. Работники никелькомбината готовят митинг. Позиции Мечелла категорично. Законсервировать предприятие. Орские заводы, может быть, профинансируют. Вопрос решается на всероссийском уровне. Не без помощи губернатора. Сегодня природа вновь преподнесла нам сюрпризы. Обрушившийся на город снегопад стал, пожалуй, самой обсуждаемой темой дня. Многие говорят, что такая погода с резкими перепадами температуры и, мягко скажем, теплое крещение – ничто иное, как проявление аномалий этой зимы. Чего же ждать от погоды дальше? И считает ли специалисты все происходящее действительно отходящим от норм? Ответы на эти вопросы искала Светлана Станкевич. Маргарита Мазитова этим летом отметит свой 87-й день рождения. До сих пор все дела по дому пенсионерка выполняет сама. Но последние три года от частых перепадов температур, особенно зимой, женщине досаждает давление. Начинается то низкое, то высокое. То низкое, то высокое. Я вот вечером на ночь меряю высокое. Таблетки наглотаюсь к абротину всего под язык. Утром стану 110-109. Вот никак не могу нормализовать. Врач приходил, говорит, я не знаю, вот другие таблетки сейчас выписываю, совсем, совсем другие. Однако в одной из местных поликлиник мы узнали, что реакция на погодные перепады давления крайне редкая и индивидуальная. Тем более, что большинство гипертоников в последние годы очень следят за своим здоровьем и регулярно принимают лекарства. Тем не менее, при нестандартных показателях термометра количество выездов медиков увеличивается. Чаще всего их пациентами становятся младенцы. У маленьких детей немножко там другое, потому что особенно груднички, у которых грудничок еще не закрылся, они больше подвержены вот этим воздействием перепадов давления атмосферного. А взрослые люди, у них уже черепная коробка закрыта, поэтому они на это не реагируют. А малыши могут повышенной возбудимостью у них быть, вздутие живота у некоторых детей бывает. У взрослых мы этого не замечали. Эта зима показала арчанам действительно аномальную температуру. Привычных январских морозов не было даже на крещение, чему горожане очень обрадовались и плескались в прорубях леща обычного. А день сегодняшний и вовсе начался с минус 18 градусов и метели. Однако уже к обеду ветер успокоился, а термометр показал 8 градусов ниже нуля. Нестандартно для зимы, согласитесь. Между тем в ЕДДС нам сообщили, что экстренного реагирования спецслужб за два месяца еще не случалось. Хотя снежный сезон этого года, конечно, отличается от предыдущих. Ну, отличается тем, что погода стала более мягче зимой. Хорошая зима, она никому не помешала. Потому что единственное, что с уборкой снега в городе и на трассах, здесь уже проблемы другого плана. Чем погода лучше, тем, конечно, для всех хороша. Коммунальщикам аномальная зима 2013-го и правда приносит много хлопот. К примеру, утренний снегопад стал причиной пробки под мостом ВЗТП. Из-за работы дорожников некоторые водители были вынуждены стоять несколько светофоров подряд. А на трассах полдня сохранялась плохая видимость. К счастью, обошлось без жертв. К слову, в том, что день начинается с минус 16, а заканчивается при минус 2, синоптики не видят ничего аномального. Как рассказал нам заместитель начальника Оренбургского гидромедцентра Александр Богомолов, морозы на Крещение были только не в Орске, а восточнее Урала, в Озерном, Айдерле, Энергетике. Декабрьская температура по показателям оказалась на полтора градуса ниже нормы. А в январе осадков уже выпало на месяц вперед. Так что все в норме. Что касается привычных морозов, уверили нас синоптики, то они еще будут. И начнутся в конце этой недели. Светлана Станкевич, Станислав Плотников, Александр Кирин. Служба информации, ТРК Евразия. Какая погода ждет Орчан в ближайшее время, расскажу чуть позже. А пока еще об одной стране снежной медали. Жители улицы Степановская и поселка Круторожно боятся, что их населенный пункт скоро будет погребен под снегом. За всю зиму, по их словам, дороги в этой части поселка не чистили ни разу. Пенсионерки ходят в магазин с лопатами, а их мужья раскидывают снег у дома по несколько раз за день. Антонине Сатарову и Александру Кирину пришлось выбираться из заметенного поселка пешком. О том, как это было, узнаете из следующего сюжета. Мужчины в этом поселке выходят на улицу с лопатами по несколько раз за день. Очищенные ими тропинки быстро заметают снегом. Своими силами нормально разгрести дороги не получается, а снегоуборочная техника в этом году, по словам жителей, ни разу сюда не приезжала. Приходится тропинку прочистить, чтобы соседка и жена моя могли пройти до магазина. Тут, ладно, у меня хоть машина нет, сосед тут у машины ездит, даже не может проехать на машине. Иногда сосед на Неве помогает проторить проход по главной улице. Нередко это заканчивается тем, что автомобиль приходится вытаскивать из сугроба людскими силами. Такая ситуация произошла и во время съемок. Это еще не беда, говорят местные. Страшно будет, если кому-то в поселке понадобится вызвать скорую помощь. В таких сугробах машина точно застрянет, переживают пенсионерки. Звонили в ЖКО, сказали, что мы относимся к ним, но не приезжали. Сказали, что приедут, не приезжали. Потом железнодорожник с 28-го дома позвонила, к ней приехали, почистили. Они постояли возле магазина, тракторы и уехали. Все. Ну, не выносим его пройти. А сняв материал, наша съемочная группа не по чужим словам узнала, каково это гулять по круторожено. Местные жители посоветовали нам оставить машину на трассе. Мы, собственно говоря, так и сделали. Когда мы добирались до поселка, здесь еще была тропинка. Идем обратно примерно минут через 40. После этого ее уже замело. Мы с оператором снова первопроходцы. На трассу мы все-таки выбрались и по приезду в город связались с пресс-службой у ЖКХ Орска. Нам сообщили, что уборкой в круторожено занимается мобдорожник. И что заявку от жителей поселка на чистку снега там получили недавно. И пообещали в ближайшие дни ее обработать. При Большом снегопаде, также пояснили в УЖКХ, техника направляется в первую очередь на дороги города. Потому что там более оживленное движение. А на отдаленные районы снегоуборочные машины выезжают по мере возможности. Таковая, по всей видимости, возникает довольно редко. А для жителей Степановской и вовсе ни разу за год. Антонина Сатарова, Александр Кирин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». Следующий расплать до поселка круторожный. Рабочие никелькомбината попросили собственников завода помочь расплатиться с кредитами. Это пожелание, в числе прочих, было озвучено на встрече руководства предприятия с представителями профсоюза, которая прошла накануне в Орске. Поскольку журналистов туда не пустили, прокомментировала ситуацию председатель Оренбургской областной организации, Горно-Металлургического профсоюза России Оксана Обрядова. Она сказала, что Мечилу предлагали взять на себя обязательства по частичному погашению займов рабочих. Акцент делали на многодетные и социально незащищенные семьи. Ни положительного, ни отрицательного ответа на это пока не получено. По словам представителя профсоюза, руководство ЮНК категорично деятельность комбината возобновлена не будет. Управляющая компания уже заказала проект консервации мощностей. В феврале он будет готов. В рамках переговоров также стало известно, что работники готовят митинг. Сегодня на предприятии числятся более 2,5 тысяч человек. Львиная доля из них находится в вынужденном отпуске с сохранением 2,3 заработной платы. Некоторые находят подработку. В профсоюзе говорят, что люди периодически приходят, интересуются, очень переживают за судьбу предприятия. Главное пожелание большинства – сохранить комбинаты, рабочие места. Но в Митчеле говорят, что уже продумывается вопрос о разработке графика в освобождении коллектива. Между тем, судьбу других Орских предприятий губернатор области Юрий Берк обсудил с председателем Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым. Речь шла о финансировании местной промышленности. В связи с ним Орский завод бытовой техники, вагонный завод и Орский мясокомбинат. Сегодня в пресс-службе главы области нам заявили, что по итогам совещания по каждому предприятию будет принято решение. Сейчас протоколы встречи находятся у руководства Внешэкономбанка. О результатах переговоров станет известно позже. И теперь, как обещала о погоде, по прогнозам синоптиков, 25 января в Орске будет парсмурно и снова снежно. Днем температура воздуха составит плюс 1 градус, ветер юго-западный 4,8 метров в секунду. Напомню, что прогноз погоды выходит при поддержке компании «Живая вода». Встречай Новый год с живой водой. Заключи договор на поставку чистой питьевой воды до 31 января и получи помпу в подарок. Орск, проспект Мира, 15 Г. Телефоны 32-11-68, 32-80-68. Здоровья вам в новом году. Сейчас реклама, сразу после нее смотрите. Об этом они мечтали давно. Несколько десятков семей отпраздновали новоселье. Незаконно подключился и пользуется. Газовики говорят, что Арчанин крадет у них газ. Поздравил жену друга, теперь придется заплатить. Суд рассмотрел дело о горе-художнике, разрисовавшем роддом. Последний матч на выезде удался. Южный Урал возвращается с победой. Он ушел из жизни так рано. Родные и близкие до сих пор не могут поверить в случившееся. Добрыня зимой в полной экипировке. А вы? Коньки, клюшки, лыжи, целая гора ледянок. Ставки на любой вкус, цену и возраст. Скидка на торговую марку «Фишер» 25%. Действуют скидки и акции на весь зимний ассортимент. Спортинвентарь всегда в наличии в магазине «Добрыня». Артрит, остеохондроз, гипертония. При всех этих заболеваниях может помочь аппарат Елатомского приборного завода «Алмак-01». Стремитесь чувствовать себя здоровыми и уверенными. Жить полной жизнью. Приобретайте «Алмак» по заводской цене с 22 по 26 января в аптеке «Панацея» на «Шелухина-11» и в аптеке «Ева-Плюс» на «Краматорской-36». Предусмотрены скидки. Все, что вам нужно. Все, что хотите, именно вы. Мы радуем вас. Ваш хозяйственный рай. И мы продолжаем выпуск. Сегодня в Орске стало одним жилым домом большим. По адресу улицы Короленко, 17, заселилась сразу 31 семья. Все они получили жилье по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Поздравить новоселов пришли первые лица города. А сегодня я хочу поздравить всех новоселов с этим радостным событием. Действительно оно радостное. Оно имеет какой-то такой оттенок нового. А все новое, оно действительно человека возбуждает и каким-то образом приподнимает его настроение. Современную двухподъездную семиэтажку возвели всего за 8 месяцев. Строительная организация оборудовала все квартиры тепловодой и электрощутчиками. Установила электроплиты. Новоселы ожидали осмотра своих квартир с нетерпением. Ведь многим из них до этого приходилось ютиться в общежитиях или полуразрушенных комнатах. Ну, дом неплохо выглядит снаружи. Посмотрим, что будет внутри. Пока еще интересно посмотреть, как бы. Дальше видно будет. Перед тем, как осмотреть-таки свои владения, счастливчики в торжественной обстановке получили, так сказать, драгоценные ключи. Вот поэтому... Спасибо большое. Знаете, я живу бесчастливого квартирца. Так, ну это что? Это на новоселье, молодому юному арчанину. Настоящим скандалом закончился конфликт арчанина с представителями газовой службы. Специалисты зафиксировали, что мужчина, самовольно установив газовое оборудование в частном доме, на протяжении длительного времени безучетно потреблял голубое топливо. Ущерб, причиненный им, составил не одну сотню тысяч рублей. Но даже когда данный факт вскрылся, мужчина продолжил уверять всех в своей правоте. В дело даже пришлось вмешаться полиции. Подробности у Ирины Самокутяевой. Слушайте, все, послушайте меня, я сказала, все, нефиг здесь. Орай, нахожи. Так, тихо, все, послушайте меня, послушайте, что я скажу. Вот так встречались специалистов газовой службы владельцы частной постройки по улице Дорожной. Вернее, это реакция на попытку газовиков отрезать трубу, подающую в дом голубое топливо. Хотя, по словам собственника частного владения, здесь он не живет и газом больше года уже не пользуется. Газовая служба сейчас, приехав, пытается отключить меня еще дополнительно от газопровода, якобы. Я ворую газ и пытается отрезать трубу вообще от дома, которая является частной собственностью, которая начинается от макаронной фабрики. Они почему-то решили ее дополнительно отрезать здесь. А вот специалисты считают, что хозяин дома лукавит и готовы предоставить факты. Например, это видео было снято специалистами буквально накануне. На кадрах видно, как из трубы идет пар. А значит, газом в доме все же пользовались. А также шум в шкафном регуляторном пункте говорит сам за себя. 15 января 2013 года при обходе трассы было выявлено, что собственник незаконно, самостоятельно подключился и пользуется газом. На сегодняшний день происходит хищение газа, о чем заявление Межрегионгаз подал. И также мы подали заявление в органы полиции Октябрьского РОВД о том, что собственник незаконно производит действия на газопроводе, нарушает законодательство и приводит к опасности общественной жизни и общественности. Газовики говорят, что это не первый случай, когда им приходится выезжать по данному адресу по такому неприятному поводу. Похожий случай произошел здесь в позапрошлом году. Хозяин самовольно произвел монтаж газового оборудования с устройством коммерческих саун. После того, как об этом прознали специалисты, он был отключен от потребления, но, судя по всему, выход из положения все же нашелся. Но даже несмотря на все это, собственник по-прежнему уверяет всех в своей правоте. И сейчас по данному факту ведется расследование и уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ирина Самокутяева, Виталий Сидоров, служба информации ТРК «Эвразия». Арчанина, разрисовавшего фасад труд дома, обязали выплатить материальный ущерб, нанесенный медицинскому учреждению. По данным пресс-службы Ленинского районного суда, за испорченную стену мужчина должен будет заплатить около 20 тысяч рублей. Напомню, инцидент произошел в июле прошлого года. Друг молодого папаша решил поздравить супругу товарища с рождением ребенка. В момент, когда он начал выводить надпись на стене, совершенно случайно мимо ехали полицейские, которые задержали горе художника. Медперсонал роддома недоумевал, как молодому человеку могла прийти в голову мысль испортить стены совсем недавно отремонтированного здания. Тем более, арчан заранее предупреждали о том, чтобы они другими способами выражали свою благодарность. Руководство больницы обратилось с исковым заявлением в суд, в котором просило взыскать материальный ущерб, причиненный данным гражданином. Исковое заявление было принято, было назначено судебное заседание. В судебном заседании данный гражданин признал исковые требования горбольницы в полном объеме, в связи с чем мировым судей было вынесено решение о взыскании материального ущерба. Кроме того, была взыскана госпошлина, которую организация понесла в виде расходов при подаче искового заявления в суд. Теперь о спорте. Накануне Южный Урал сыграл на выезде с командой из Челябинска Челметом. Игра была очень сложная и динамичная. За 20 минут игрового времени у Челмета было всего два удаления. Однако арчане сумели приложить максимум усилий и реализовать их. Во втором периоде счет сравнялся 2-2. Хоккеистам пришлось все начинать сначала. Но третья 20-минутка так и не принесла дивидендов ни одной из команд. Обе действовали осторожно, с оглядкой на собственные ворота. В итоге, после окончания заключительного периода, игра перетекла в дополнительное время. Тут-то удача и улыбнулась Южному Уралу. Итоговый счет встречи 3-2 в пользу арчан. Добавлю, что игра стала заключительной в пятиматчевом выездном турне арчан. Теперь впереди кратковременный перерыв и новая серия, на этот раз домашняя. В Орск приезжают артисты с мировыми именами. 25 января в 6 часов вечера Орский государственный драматический театр приглашает своего зрителя в ДК «Металлургов» на галоконцерт «Три баса». Он посвящен 140-летию со дня рождения Федора Шаляпина. А сегодня в театре идут репетиции спектаклей, показы которых запланированы на выходные. 26 января актеры сыграют постановку «Любовь и сабли острием». Это романтическая комедия с запахом пороха и поцелуями. Начало показа в 5 вечера. 27 января в воскресенье в Орском театре драмы пройдет сказка «Спящая красавица». Занавес откроется в полдень. Вечером в 5 часов пройдет спектакль «Сирена и Виктория». Справки и заказ билетов по телефонам, указанным на ваших экранах. Сегодня полгода, как ушел из жизни художественный руководитель и ведущий актер Орского государственного драматического театра Михаил Козлов. Специально к этой дате корреспонденты телерадиокомпании «Евразия» сняли фильм, посвященный памяти нашего талантливого земляка. Посмотреть его можно будет на телеканале СТС сегодня в полночь и завтра в 9 часов утра. Повтор фильма 26 января на ТНТ в 9.35 утра. Насколько было мне с ним хорошо, так как он был мой брат, не знает никто. И насколько мне сейчас без него плохо просто, тоже, конечно, не знает никто и не узнает. Без него очень плохо. На сегодня это все. Прямо сейчас смотрите блог полезной информации. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. От партии мяса до готового продукта несколько шагов. Все начинается с тщательного отбора сырья. Это значит, что основой основ будущих колбасных изделий и деликатесов станет только свежее мясо с натуральными специями. Вся продукция, начиная от мясного сырья и до окончания, до входа потребителю, она проходит соответствующий строгий контроль. Строгий контроль в качестве физико-химических испытаний и на безопасность пищевой продукции путем проведения бактериологических исследований. Конечно же, самые строгие судьи – это потребители. Именно для них новотройские мясокомбинаты стараются производить лучшую колбасную продукцию. К примеру, вареные сорта – это натуральное мясо, сухое молоко и яйцо. Это залог дальнейшего качества и особого нежного вкуса. А вот вкус новотройских сосисок настолько нежный, что их можно даже детям. Всего же на предприятии выпускается 12 наименований сосисок и сарделек. Основным направлением новотройского мясокомбината является производство продукции высокого качества – мясоемких колбас. Слово мясоемких колбас говорит само за себя, потому что в нем содержится очень много мяса. Копченая колбаса отличается особенностями термической обработки. Обратите внимание, что качественные продукты коптят только на натуральных опилках. Деликатесы – это предмет особой гордости на предприятии. Это чистое мясо, которое выпускается по традиционным рецептурам с применением натуральных специй. Подтверждением всего сказанного являются также многочисленные дипломы и медали за отличное качество. А все это – неоспоримое доказательство профессионализма и работы на совесть. Ты молод. Ты веришь в свое будущее и мечту, которая непременно осуществится. У тебя отличный шанс для карьеры в крупной компании в должности агент по продажам. Работа учебе – не помеха. Заработай на мечту в компании Ростелеком. Подробности по телефону. Внимание! В салонах оптики «Люкс» распродажа цветных линз. Грандиозные скидки. Салон оптики «Люкс». Улица Строитель 18, улица Пацаева 13. В 2012 году кредит на доверие уже выбрали более миллиона россиян. Получил кредит без поручителей. Обменял свой автомобиль на новый. Спасибо банку за доверие. Банк «Экспресс Волга». 25 11 11. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА